привет друзья ну что запоминайте меня с такими губками кому они очень нравятся потому что сегодня еду их переделывать добавлять так что сложно делать мог и маленькими ниточками но тем не менее ну что друзья все я пришла домой колола 1 миллилитр губы все в синяках потому что врач сказал что сейчас у меня свои губы натуральные поэтому везде капилляры везде попадаешь куда-то и в общем все в синяках поэтому если не такой эффект как будто у меня фиолетовая помада на губах сиреневая ли вот все безумно крови лося скажешь нужно отек причем такой очень интересный отек у меня вот вот так вот кусочками получился на 4 части в общем через три дня можно будет разминать губы через месяцок можно будет еще добавить или недели через три пока что как-то так сейчас пока сложно сказать что будет потому что сейчас конечно отек только домой зашла друзья сегодня буду пробовать такую вот новую салфеточку косметическую фирму greenway я уже слышала что такие салфетки есть они говорят снимают макияж без всяких средств только этой салфеточкой сейчас почитаю что нужно делать как ее использовать и такие салфетки помогают сохранять природу более чистой потому что такую салфеточку можно взять на два года и нужно использовать мицеллярку или еще какие-то средства для снятия в общем понимаете здесь свои плюсы посмотрим сейчас с вами вместе насколько хорошо она будет смывать макияж вот вместе с вами и я приобрела эту салфеточку у марии оставлю у нее координаты также у нее свой эко маркет так что можете пройти по ссылочке и сделать у нее заказ если вам будет интересно есть много всяких разных продуктов этой фирмы она набирает обороты в россии насколько я знаю для меня это новый бренд я его еще не пробовала поэтому будет интересно в общем все ссылки как всегда будут в инфобоксе ну что друзья вуаля одну сторону я смыла вторую пока нет а что я думаю я думаю что я все-таки люблю больше самое самое что больше всего люблю это средства для умывания сейчас мне нравится но не всегда с собой средства для умывания если вам нужен походный вариант для снятия макияжа вот этот удобно если у вас не супер стойкий макияж потому что я не знаю насколько она справляется или нет у меня сегодня обычный мейк вот не стойкий и в общем то он его неплохо смывает я думаю если по укрепить подольше должно получиться неплохо и все смоется но в любом случае после этого нужно еще очищать чем-то будет дополнительно я думаю что не на сто процентов выбирают все частички косметики но именно если вариант разовый когда у вас какая-то случайная ночевка или что-то такого рода то всегда можно иметь в сумочке вот такую салфеточку она легенькая удобненькая и вот можно ей где-то у кого-то в гостях снять макияж вместо того чтобы таскать собой какую-нибудь бутылку мицеллярки или что-то такого рода вот какую-то смывку ватные диски и так далее не всегда они в принципе есть вот эту салфетку можно всегда практически в любом клатче даже положить и с собой иметь что очень удобно мне кажется вот в этом случае для меня лично по крайней мере этот вариант будет наверное более актуален кому интересно поставили ссылочку на марию можете ей написать и она вам скажет как купить такую салфетку она кстати очень нормально стоит недорого короче да недорого стоит у меня что-то с языком на самом деле пора спать уже поздно вот я хочу показать вам самые отвратные полоски для носа которые я пока что когда-либо пробовала вообще ничего не убирают максимум две-три черных точки со всего носа так что вот клират называется ни в коем случае не покупайте а и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Всего лишь мужчин, а мужчин в мире много. Присмотрите, может быть, к иностранцам. Хотя, не знаю, теперь, когда мы с иностранцами встретимся, но тем не менее. В Москве, кстати, тоже где-нибудь там, в Питере, не знаю, в России, короче, тоже иностранцы есть. Так что не переживай, все будет круто. Значит, это не твой человек. И слава богу, что этот мужик с просроченными конфетами, жмот и с настроенным стилем тебя покинул. Это радость. Мне очень понравилось выражение, что в жизни бывают три вида исполнения желания. Или оно быстро исполнится, или оно исполнится, но не сразу, потому что еще не время. Или оно вообще не исполнится, потому что тебе жизнь даст что-то гораздо более лучшее. И то, что это для тебя недостойное желание, оно тебе недостойно. Так что вот, какой-то один из трех вариантов. Как-то так. Выбираю я. Выбираешь ты? Мне это дай. Давай смутимся в кола. Давай. А это ты, а? Сцентр nyt. Продолжение следует... 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 Там нету чуть-чуть, конечно, есть, как у всех, но не настолько все плохо. И вообще, у меня почему-то в Голландии, как-то даже, мне кажется, лучше с кожей дела обстоят в плане прыщей, в плане целлюлита. Я не знаю, с чем это связано. В России всегда и прыщей больше, и целлюлит еще кажется сильный. Или такое освещение здесь у меня, я не знаю, в комнате. Вот. Может быть, здесь я больше пью, или я не знаю, от чего. Если честно, зависит, кто вообще знает про целлюлит. Пожалуйста, напишите, что делать. Как не избавиться. И почему его здесь может быть больше, чем, например, когда я в Голландии. Вот. И я сегодня поймала себя на мысли, что я надела шорты. Неудачно поймала свет, сделала фотку, подумала, мама, дорогая, надела шорты подлиннее. Я поняла, что здесь как-то страшно выходить и в открытую демонстрировать. У меня отключили батарею, а у нас прям горячущие. Понятно. Вот. В сотый раз как-то страшновато у нас. Даже не то, что страшно, я не знаю, но как-то неудобно выходить с целлюлитищем, с кавиента на улице. Потому что у нас как-то все очень пялятся всегда. Как-то важно, как ты выглядишь, внешность вот эта, насколько ты ухожен. И так далее, и тому подобное. Все это очень подмечают. Что реально наша страна, вот сейчас вот тоже говорили с подружкой про это, что наша страна, страна комплексов, у нас и нет комплексов. И что там такого нет. Хотя я, в принципе, не стесняюсь себя. Если есть какие-то у меня напряги во внешности, я все равно могу в таком виде выйти. Но поняла, что абсолютно неохота здесь выходить в коротком, когда я не уверена в том, что я не буду выглядеть в первую очередь достаточно хорошо для себя сама. Хотя в Голландии, и не только в Голландии, и, наверное, в Европе, и в Америке многие считают, что нужно принимать атаков, какая-то есть. И это, естественно, тем более целлюлит. Конечно, все женщины парятся из-за этого стопудового. Он взлет, сколько делает постов про это. Но, тем не менее, в нашей стране как-то не принято плюнуть на свои какие-то комплексы. А все-таки все в основном парятся из-за внешности, мне кажется. Как-то что ли так. Скажите, что вы думаете на этот счет? Ну, я думаю, что буду заканчивать этот влог. Кстати, показала вам саму отфит. На самом деле, которая стройная. Все это прям ужасно, честно. Я за губ расстроен. Так что сейчас многие порадуются, наверное, скажут, что мы же говорили. Ну и ладно, ну и пофиг. Вот, отфит у меня такой сегодня. Это топик, кстати. Боя, я один-то заткнись уже, ё-моё. Это один из первых топов, которые я вязала. В общем, первый топик. Ну, извините, что собака лает, но вы же сказали, что не нужно надевать на нее противолайный ошейник. Это жестоко, поэтому терпите. Что сказать? Вот. Такой вот топик, короче. Шортики. Тут ужасный цвет. Вот. Прямо я всегда как гаражира выгляжу на этом цвету. И очень дрябло. Но в этих шортах еще не все так плохо. Я сегодня надела коротенькие такие шортики и поняла, что, блин, ну, лучшее, пожалуй, не надо. Вот. О чем я вела речь. Короче. До следующего видео. Жду. Ваши комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok